Мы прекрасно понимаем, что основными элементами системы безопасности являются такие вещи, как охрана сигнализация, будем сокращать систему контроля и управления доступом, пожарная сигнализация и пожаротушение. У нас есть даже здесь производители пожаротушения. Есть система видеонаблюдения, по-английски CCTV. Я бы хотел классифицировать системы видеонаблюдения на две важные вещи, которые технически мало чем друг от друга отличаются. По функционалу, по потребностям, по назначению и по потребителям, кто использует эту информацию. Это система охраны на телевидении и система технологического наблюдения. Вот, пожалуй, наш клиент, интературо, наше решение, который мы предлагаем, находится в большей степени в этом спектре. Хотя, мы можем реализовать задачи по всей этой вертикали, но мне кажется, что интереснее было бы говорить об этой части. Тем более, даже и эту часть, технологическое телевидение, я мог бы разделить и постараюсь в своем докладе об этом говорить еще на одну такую ветвь, как системы мониторинга технологических процессов, системы управления контролем качества и так далее. Основаны они на тепловизионной технике, то есть в инфракрасном диапазоне. И как это можно использовать, постараюсь вам осветить. По технологическому телевидению, о котором мы говорили, основные его задачи – это, в первую очередь, глаза оператора-диспетчера, глаза там, где он в этой единице времени находиться не может. Не может потому, что это либо далеко, либо количество персоналов просто это не позволяет делать, либо это просто может быть опасно. В данном конкретном случае. Но знать, что происходит на предприятии, ему важно. Потому что, нажав на какую-то кнопку, он должен видеть вот эту реакцию, что там вышел пар из какого-то клапана, повернулась какая-то задвижка, что-то там закрылось, что-то открылось. Это, пожалуй, основное назначение технологической телевидения. И потребителями вот этого самого видеоизображения будет являться кто у нас? Диспетчер, технолог, оператор какой-то установки. Вряд ли это будет, например, кто-то из службы безопасности. Вряд ли, да? Это, скорее всего, нет. Хотя мы же понимаем, что оборудование, оно абсолютно аналогично тому, что используется и в охранной части. И распорядились ресурсы между охраной и технологией мы можем элементарно административными методами. Ну, что у вас будут учиться, и все это как раз соединяется. Значит, тот акцент, который я хочу сделать именно по инфракрасному контролю, он, в первую очередь, связан с использованием теплонизоров. Но теплонизоров не те, которые привычны. Вот мы приходим на предприятия, в основном по службе главной энергетики, говорят, да мы знаем, у нас есть переносной, мы ходим, смотрим там что-то. Ну, отлично, замечательно. Но проблема переносных теплонизоров, вот этих лучших переносных, это, в первую очередь, человеческий фактор. Потому что с этим тепловизором ходит человек, ходит оператор, он может просто не дойти до точки контроля, он может просто не выполнить какой-то алгоритм, какой-то маршрут, он может просто элементарно неправильно снять данные тепловизионные. Вроде картинка тепловизионная, ну, вроде там, горячо, вроде холодно. На самом деле, от оператора персоналу требуется очень много знаний, очень много получения большого количества нюансов. Потому что нужно учитывать и температуру окружающей среды, и коэффициент излучения поверхностей, потому что расхождение температуры, если неверно выставлены какие-то коэффициенты излучения поверхностей, могут отличаться просто в разы. Представим, что если есть какой-то сосуд, который изготовлен из полированной какой-то стали или из нержавейки, то измерить температуру сосуда с помощью тепловизора практически невозможно. Термопар – может, тепловизор – невозможно. Почему? Потому что он блестящий и отражает все, что можно. А как мы знаем с вами, в отличие от камер видимого диапазона, которые воспринимают отраженный свет от источников освещения искусственных, от солнца, от всего, что угодно, от тепловизора он воспринимает излучаемое тепло в инфракрасном диапазоне. То есть любое тело, мы физику все учили, любое тело, чья температура выше абсолютно нуля, излучает тепло. Этот инфракрасный спектр мы с помощью тепловизора визуализируем в такую термограмму. Тепло в полу. Так вот, применительно технологическому телевидению, мы говорим об использовании стационарных тепловизоров, в которых мы заранее сможем выставить настройки, в зависимости от объекта, за которым мы наблюдаем, по коэффициенту излучения и так далее, выделив какие-то определенные зоны. И если мы хотим контролировать тот самый сосуд из полированной стали, значит, у нас обязательно на этом сосуде будут матовые неотражающие поверхности, на которых мы сможем адекватно, дистанционно, бесконтактно, получать эту информацию о температуре. То есть, грубо говоря, если у нас есть чайник, мы хотим изменить температуру этого чайника, если чайник из державики, нам достаточно оклеить кусочек изоленты, кусочек белого малярного скотча, и мы тогда сможем эту температуру снять. Но, к сожалению, оператор, который ходит с ручным тепловизором, не всегда адекватно может эту информацию получить. Увы, я. Итак, стационарные тепловизоры. Они известны нам по системной безопасности. Когда мы устанавливаем их на периметрах, пытаемся обнаруживать диверсантов на чешей-пухейшей, которые там ползут и пытаются какую-то гадость нам сделать. Но это как раз возможность обнаружения. Наша задача не обнаружить, а получить больше информации. И вот, когда мы имеем тепловизор стационаров, который выглядит так же, как и обычная видеокамера, она может быть установлена в оболочку защиты, которая защищает этот тепловизор от агрессивной среды, либо от тепла, либо это взрывобезопасная оболочка. Мы можем получить что? Мы можем получить несколько десятков тысяч, грубо говоря, пирометров. В поле зрения, например, матрица вот этого изображения, 640 на 480. Кто умеет быстро перемножать? Сколько это у нас десятков? Сколько это сотен тысяч пирометров? По сути, это точек измерения. Мы в каждой точке индивидуально можем получить информацию о температуре. Как обычно пирометры точечно меряют температуру? У нас их несколько сотен. Значит, вот на примере этой картинки, какие-то есть вертикальные навыки, то есть это электродвигатели, это редукторы, и идут валы, которые где-то что-то там перекачивают, перемещают какие-то жидкости в технологии. Мы можем для каждой из этих зон, в этом состоянии трансплайзере, определить индивидуальную зону. Для каждой из этих зон получить справочную информацию о максимальной и минимальной температуре, можем получить информацию о средней температуре, о разнице температур, а также можем выставить уставки по достижению максимальной и минимальной температуры, выставить гистерезис, то есть скорость нарастания, градиент изменения этой температуры. Ну и, соответственно, получить эту информацию мы можем как в виде изображения, так и в виде потока данных. То есть некий табличный поток метод данных, например, по протоколу MONBAS или PROFIBAS. И что мы дальше с этим протоколом можем сделать? Где эти протоколы вообще участвуют? Кто может сказать? Они участвуют, как правило, в системах автоматизированного управления технологическим процессом. То есть получается, что наш тепловизор представляет собой большое количество пирометров, и он является элементом типа либо элементом АСУТП. Такой бесконтактный прибор, то есть это датчик системы АСУТП, информация от которого может быть использована либо для анализа, то есть мы можем формировать какие-то графики, отчеты, либо для того, чтобы управлять этим самым технологическим процессом. Ну, например, в данном случае, если какой-то двигатель греется больше, мы можем в автоматическом режиме, через контроль АСУТП, снизить оборот этого двигателя, например, вывести его в какой-то другой режим, в совершенно автоматическом режиме. И что? И человеку этот прибор здесь не нужен. То есть мы включаем человеческий фактор, включаем ошибку. Попробуем приближаться по нескольким примерам. Итак, ну, просто интересная картинка, да, вот, теплообменник. Есть некий теплообменник, с четверых сторон мы можем установить, тепловизоры, которые всю поверхность этих теплообменников дают нам информацию о температуре. Если не дают вот этот перегрев, если засаляются какие-то, закоксовываются какие-то трубки в теплообменнике, мы это сразу увидим на изображении. Использование тепловизоры для контроля качества продукции. Вот это изображение реально при производстве минеральной ваты. Можно определить по неравномерности температуры, вкопление не, как же, «королек» у них называется, «королек» — это кусочек неостывшей и не превратившейся в вату кусочек вот этого минерала. Вот. И, кстати, вот эта вещь, она может вызывать пожары, и самая предприятия, не буду говорить, какое, которая обратилась к нам за решением этой проблемы. При укладывании на палеты у них было несколько случаев изгорая, как на складах, так и влагорали фуры. Потому что это все укутано теплом, тепло остается внутри, и дерево расплуменяется. Значит, условия эксплуатации в данном конкретном случае этих тепловизоров, они достаточно промышленные, они достаточно серьезные. Это требует от нас применения специальных оболочек, и в этом плане как нельзя лучше подходит продукция, которая производится компанией «Диотэк». То есть мы, например, в серии «МХХ», это вот из нержавеечки вот эти вот оболочечки, можно установить как обычную камеру соносфокатором видимого диапазона, так и если эта оболочка имеет букву «Т», то эта оболочка значит оборудована германином стеклом. И стекло, стекло неправильно говорить, правильно говорить, окном. Потому что стекло оно не пропускает инфракрасный спектр, и для тепловизора это абсолютно бесполезная вещь. Или вот, например, MPX, это обычная камера поворотная видимого диапазона, но есть с буковкой «Т», да, это камера, которая комбинирована, еще и имеет рядышком тепловизор. Но это, в данном случае, эти конкретные тепловизоры, они не радиометрические. То, о чем мы до этого говорили, то, что мы получаем эту информацию и передаем ее куда-то для обработки, это делается с использованием так называемых радиометрических тепловизоров. то есть, сборы этой информации и передачи ее, в общем-то, вот это вот пометились радиометрические. Да, это то, что отвечает от охраны тепловизоров. И вот, в данном случае, это обычный тепловизор, я помню, я не знаю сейчас, какой именно они используются. Скорее всего, раньше это были, наверное, флир-матрицы, сейчас, наверное, французские матрицы вставят. Ну, неважно, температура в целом, в точке, там, там есть прицельная точечка по центру экрана, и вот это готовое изделие, в котором уже, это не просто оболочка, да, это готовая камера, как тепловизор, если навести на какой-то объект, в этой точке покажет температуру на экране. Но радиометрии в нем нет. То есть, если мы возьмем такую оболочку, то мы туда поставим радиометрический тепловизор, можем получить вот эту самую информацию для того, чтобы передать ее в СТП. оболочки, о которых тоже уже говорилось, это те, достаточно старые изделия, как правило, для аналоговых камер на сегодняшний день используются, оболочки не из нержавейки, это, такие, кондомы, толстые, но, при этом, они взрывомезопасны, в общем-то, как и вот эти две последние относиться на этом слое. Вот. Это, по сути, конструктор, да, если здесь, опять-таки, готовые изделия, уже смонтированные, вот, то, это конструктор, куда устанавливаются камеры, куда устанавливаются объективы, и так далее. Изделия есть, как для обычных камер, так и для тепловизорных. Вот, интересная фрагментатория изделия, и мы часто это используем, это, как правило, используется на старой литейке, вот такие вот оболочки, охлаждаемые, они из нержавейки, там рубашка. Через эту рубашку прокачивается охлаждающая жидкость вода. Это позволяет создать внутри оболочки комфортно для электроники температуры, ну, порядка, 36 градусов, несмотря на внешнюю температуру до 200, а то и 400 градусов. Естественно, тут надо рассчитывать и скорость потока и ставить чиллеры для охлаждения этой самой воды, но есть нюанс, нюанс связан с этим самым смотровым окном, потому что есть разные исполнения, например, есть стандартное недорогое, это германиевое окно, вот, но, помимо германии, еще используется, но германия, клеить температуру больше 100 градусов, мутнее. Я не знаю, насколько это обратимый процесс, говорят, мы обратимы, при охлаждении, а основной СА5 прозрачный инфракрасный спектр, в этом случае используются окна из середины децинта, из которых выдержите температуру порядка 200 градусов, значит, у нас все на счет 400 градусов, ну, 200 градусов, можно. У нас есть практическое использование радиометрических тепловизоров, установленных в эти оболочки, с температурой вместе монтажа 130 градусов. Интересной особенностью этих оболочек является то, что у них монтируется такая бленда. Эта бленда имеет несколько отверстий и сюда отдельно подается сжатый воздух. Для чего? Версии наслаждения. Это дворник, по сути, это дворник, это стеклоочиститель. Он создает воздушную завесу, которая препятствует попаданию вот этой пыли, которая припекается каких-то там, не знаю, искр, все, все, что угодно. Он реально сдувает, создавая воздушную завесу. То есть, на эту оболочку подается жидкость, подается воздух. Мы не использовали, но мне известны случаи, когда вместо жидкости тоже подают воздух. Это, видимо, когда температура 20-80, когда, видимо, воздуха можно охладить оболочку. Основное назначение, конечно, с использованием именно жидкости. вот такое решение тоже на основе оборудования от Видеотек. Система мониторинга за наливом и сливом сжиженного пропан-бутана технического. вот так. Значит, это эстакада налива. Наша компания поставляла непосредственно саму аппаратуру, вот эти мостики безопасности, вот эти вот крыкалыги, с помощью которых подливаются в самый сжиженный пропан-бутан. И установлены стационарные тепловизоры радиометрические, обученные сигнализировать по изменению температуры. А у нас сжиженный газ, когда его утечка сбывается, что приводит к чему? К испарению. Соответственно, температура лавинообразно понижается. То есть напрямую тепловизор не видит утечки, конкретные данные тепловизоры. Но вот этот градиент изменения температуры лавинообразными регистрируется как утечка. Что мы с помощью этих тепловизоров еще можем видеть? Мы можем видеть какие-то перегретые элементы в состав загоняют на эстакану, а короткие тормозные в одной из тележек у вагона заторможены. Это приводит к нагреву. Мы об этом увидим. Ну и также что было в начале этой презентации на слайде, там, объединение техники безопасности, появление людей с сигаретами в этой зоне и с жиженой газом. Что ж такое? Это все мы можем регистрироваться. И помимо этого где хранилище хранилище камеры, поскольку там достаточное количество стационарных тепловизоров, здесь поворотные с тепловизорами неоргиметрическими. Такая интересная система, вот, в которой предусмотрена интеграция с кипом для того, чтобы можно было в случае получения такого тревожного сигнала об изменении температуры, закрыть какую-то запорную ароматуру, прекратить налив, ну и элементарно включить кланку включить зубик. что-то не то происходит. Вот практическое применение и какие оболочки предыду могут быть использованы здесь описано. Вот то решение, о котором я говорил, с использованием охлаждаемых оболочек это контроль непосредственно продукции на прокатном стане. Заказчик желал видеть термоснимку вот этого вот этого продукции и сохранять помимо изображения статического изображения чуть ли не на каждую партию, не на каждый лист какие-то данные о температуре. То есть мы вот эти данные с помощью программного обеспечения могли сохранять и заказчик мог выводить какие-то отчеты, графики за период, по месту, по температуре. в общем-то если сильная разница по температуре по всему листу это было видно и это в общем-то такая термограмма получалась вроде как паспорт качества продукции. вот это в Казахстане одно из решений которое использовалось. Тут в общем-то достаточно схемы, понятно, куда подводится вода, воздух и так далее. тепловизоры, которые здесь устанавливались, они были откровенны до возможности измерения температуры до 1200 градусов. К сожалению, из-за не реализованной задачи, но очень интересная, это система видеонаблюдения за внутри, даже не знаю как за или внутри сказать, это джетантер-компрессорный установщик. Что это такое? Когда добывается нефть, там, как правило, много попутного газа. И этот газ, вы сейчас видите, да, есть факела, которые горят, если не химпредприятия, а на промыслах стоят факелы, которые с помощью которых просто выгорает вот этот попутный газ. Это нерационально, это глупо. При всем при этом, на эти кустовые площадки, где производится добыча, завозится дизельное топливо для того, чтобы запитывать электрогенераторы, для того, чтобы питать аппаратуру, качалки, насосы, и так далее. Так вот, детандер-компрессорная установка позволяет выделенные из вот этой вот трехфазной жидкости, да, у нас там вода, нефть и газ, да, отделяя, сепарировая этот газ, этот газ можно сжимать. Детандер-компрессорная установка, она сжимает этот газ и позволяет этот жижный газ либо использовать на собственные нужды, на промысле, либо подавать его в продуктопровод, реально продавая, да. То есть, у нас сейчас нефтяные компании оказывается продают не только нефть, а вот этот самый попутный газ, его меньше, чем нефти, но его тоже, они в отдельные трубопроводы, и это сбывается потребителем. На мой взгляд, это достаточно рационально. Вот. В этой системе мы чего уникального хотели использовать? Мы хотели в стационарные установки, в стационарные помочки поставить тепловизоры для обнаружения утечек углеводород. Это особый класс тепловизоров, если обычно, на которых мы до этого говорили, работают в диапазоне от 7 до 13 микрон, то эти работают в диапазоне от 3 до 5, и они способны визуализировать утечки любящих органических соединений углеводородов. Очень дорогие приборы, матрицы охлаждаемые, стоят как провоз. Может быть, поэтому эта система к сожалению не была реализована. Задумка хорошая. Совсем понятно. Вы знаете, до этого сказал, что пыль на тепловизоры если влияет, то они значительно. У вас же почему-то стоит специальная установка с сжатым воздухом, которая пыль сдурает. Это не у нас стоит. Это у них стоимо. Во-первых, все эти оболочки в первую очередь предназначены для камер обычного видимого диапазона. Сейчас давайте вернемся к этому слайду. Для камеры видимого диапазона. Видите, какое большое окно. Эти же оболочки они есть и в исполнении с кварцевым стеклом, с селеницинка стекла, либо и с Германией, не стекло, а окно. Они бывают более толстые и меньшего диаметра. Именно под установку тепловизора. Насколько тепловизору пыль, в каком количестве она будет мешать? Скажем так. Есть модели тепловизора для установки на транспортные средства. Мы постоянно, работая с предприятиями добычи на БелАЗе, 130-ти тонны, 120-ти тонны, некоторые пиллеры подобные, устанавливаем эти тепловизоры для работы и их эксплуатации в условиях пумана и пыли. Это очень эффективно. И чтобы попробовать, как это работает, один из вариантов, я поставил свою машину наверх, потому что не работает, я поставил наверх. Скажем так, пять километров выехать по Жуково-Паталинскому шоссе до кольцевой дороги хватило для того, чтобы этой грязью, как я только выехал на кольцевую дорогу, не залепило, а вот эта тонкая пленка, сквозь которую тепловизор уже практически ничего не видел. Я остановился, когда съехал с кольцевой, протер это окно и оставшиеся 150 километров, которые я проехал, я не видел улучшение качества изображения на мониторе. Я когда остановился, пальцем, который по пыле проводишь, она видна у тепловизора, у тепловизора это было все равно. То есть в пределах разумного. Что не пропускает? Тепловизионный скетер чем поглощается? Поглощается аж 2О. То есть, скажем так, если налипнет сантиметровый скворец лего, тепловизор ничего не увидит. Но если стекло будет просто в брыздух, тепловизор пугает. То есть наше испытание, например, на Корейском перешейке, там вот, когда у нас на самославах забивало стекло снегом, загрепляло, и пока она не отталит, не сползет, тепловизор светит, увы. Но легкая пыль и налет, они для тепловизора умеют. Ну, я бы все равно это, знаете, как на автомобиле фары протерать. Так уже частотой надо и окошко протерать и окошко протерать. А, подскажите, а вот геометрический фаризор далезть до объекта в течение всего года? Ну, опять-таки, в чем отличие переносного стационарного? Мы стационарно, наблюдая конкретно объекты, мы можем эти параметры дистанции, окружающие температуры в центре излучения объекта устанавливать как раз и навсегда. Это, ну, установка дела, то есть это не калибровка в промышленных лабораторных условиях. Это делается неизвестно. Это важный параметр, который, к сожалению, оператор на себя очень любит. А метр, ну, все зависит от оптики, очень внимательно. Если стандартный 25 градусов, можно 45, 90 градусов поставить, и 7 градусов. То есть вопрос, какой ракурс, на каком расстоянии вы хотите видеть. чтобы изменить температуру какого-то объекта, мы хотя бы 4 пиксела должны его положить. То есть, вот, кстати, интересный вопрос, приведу к примеру. Практическая задача Шрейдер, не тот, который бумагу жует, а тот, который перемалывает металлолом. Огромная установка исполинских размеров, металлические зубластики там, крутятся, перемалывают металл. Там внутри температура повышается. Да? Есть возможность сделать вот такое небольшое смотровое окно. Но, поскольку очень сильные вибрации, установить термопару практически невозможно все отваривается. Тут установка на 10 метрах, мы считали, на 10 метрах опоре, который металлный, на котором, у которой нет вибраций, почти нет вибраций, и тепловизор с углом обзора, я не помню, металлный 7 градусов, сочетание, металл 15. Вот это вот отверстие в этой установке попадали достаточно быстрее измерять температуру. Опять-таки, радиометрия как работает? Слишком высокая температура, автоматически заменляется скорость подачи конвейера и скорость вращения этих вот как назвать я не знаю. Вот как видели изображений, где нарисовано несколько зон для каждой из них абсолютно разные параметры абсолютно разные уставки. Ну, там все равно начальники задавали, да? Дальность мы берем один раз и одну среднюю, а для каждой зоны установим разные значения максимальная, минимальная скорость разница в температуру. Мы можем, например, на примере давайте вернемся, да? Мы можем, допустим, взять ракурс одним тепловизором вот этого теплонейника. Знать температуру здесь и здесь нам важно. Нам нужно понимать разницу. Нам не важно превышение температуры, там больше 250 градусов, нам все равно. Нам нужно, чтобы между этой точкой и этой было не больше 100 градусов. Будет здесь 100, здесь 200, хорошо. Будет здесь 300, здесь 400, больше 100 градусов. Вот такую ставку можно вести. Ну, опять-таки, промышленное предприятие, пыль, если это на улице, это и низкая температура, это и высокая температура. А здесь абсолютно незаменимы и реально мы говорим о том, что мы используем в своих проектах, но никто просто такой диапазон оборудования именно для таких решений не может приложиться с вами изотека. программное подключение для камер и внешнего есть бесплатные производители от разных, но, как правило, интерфейс подключения этих камер, либо я говорил, что это модбас, но это подключение TCP и IP, то есть модбас идёт по TCP и IP, и видеоизображение идёт там, допустим, M64 или M54 тоже по TCP и IP. но, как правило, когда задачи стоят более математические, когда нужно именно по технологии процесса либо качества продукции, используется интерфейс GIE. А для средопрограммирования в GIE достаточно есть количество специалистов с промышленными контроллерами, они способны к информации библиотеки опять-таки комплексное решение в чём? задачу от того, что я хочу видеть контроллер с качеством продукции, потому что там происходит то-то, 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 и что на выходе мы хотим видеть? На выходе мы хотим видеть какие-то графики, паспорта качества и отбраковку продукции. Вот такое-то решение на основе тепловизоров разных фирм, мы будем называть здесь, на основе оболочек видеотек, на основе орган обеспечения тоже оно может задачи разным как раз вот интерфейс может положить. А экономический вопрос такой, горизонт инвестирования анкопы, то есть это ведь, вот мы говорим про ручной труд какой-то, да, человека. Значит, тут в данном случае мы больше говорим о безопасности, мы говорили о безопасности технических процессов, а предотвращение нештабных аварий, ущерба связанных с этим, предотвращение не запланированных остановок обороны, когда идут потери от недопроизведенных продукции летят в ножки у всех просто по вертикали очень сильно. Вот. И, возможно, спланирование ремонта, потому что есть такое понятие, как остановочный ремонт, если мы видим, если у нас очередной остановочный ремонт, там у кого-нибудь в нефтепорабатывающем заводе, и мы не предполагали заниматься там заменой каких-то труб в теплообъемке, а теплообъемник нам говорит о том, что, ребят, там уже идет за 40, эти трубы, надо эту кассетку с трубками извлекать и ее промывать, да, мы можем в этот остановочный ремонт сделать это, если мы этого не сделали, это нам помог сделать в этом теплообъемном контроле, если мы этого не сделали, только мы запустились после остановочного ремонта, она через 3 месяца встала, бошки опять полетели и так далее, и так далее. Вот такое понятие, как планирование ремонта, продвение межремонтного интервала, оно экономически очень замечательно просчитывается. Очень хорошо считается. Потому что, например, если говорить о факельном остановке, если мы говорим не те факелы, о которых я говорил, которые сжигают погодный газ, а при производном каком-нибудь нефтехническом предприятии, какие-то газы должны сжигаться, не выпускаться в атмосферу, а именно сжигаться, затем очень сильно экологи следят. Так вот, если это факельная установка гаснет, да, опять-таки, на основе тепловизора может быть реализована система, у меня там есть каталог, я вам могу показать, вот, которая сигнализирует о том, что факел погас, либо зажигалка его по-новому зажигает, либо какие-то включаются резервные схемы. какой-то простой одной факельной установки, ну, например, из дефектной трубы или еще чего-то, это, сейчас, на одном из предприятий, опять-таки, в Казахстане, ну, там цифры что-то там измерились с порядка десяти миллионов долларов в день. Это просто факел не горит, предприятие стоит, да, у этого предприятия продукция, это что-то тоже там, типа там, жижных, полных газов, есть потребители, которые используют для энергетики, и так далее. Убывки порядка стоят десяти миллионов долларов ежедневно, из-за того, что погас в совершенном тракте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА